Скорее, может быть, речь шла об определенной ревности вовсе президента по отношению к Залужному. Ну, я вижу в этом большое желание кремля убрать Залужного. Победы много родителей, а проигрыш полная сирота. Здравствуйте. О том, кто анонсировал, а затем и воспроизвел в украинских телеграм-каналах отставку генерала Залужного, сказано довольно много, повторяться не будем. Вскоре авторы стали вычищать поспешные посты, прятать подальше от посторонних глаз, последовавшие сразу же после слуха об отставке генерала комментарии. Тем временем увольнение Залужного ждали. Кто-то говорит, что отношения между Зеленским и Залужным испортились еще накануне широкомасштабной агрессии. Еще за пару недель до объявления войны украинский президент призывал сограждан не поддаваться панике и не портить правительству инвестиционный климат. При этом лично инспектировал подготовку к обороне Херсонской области и сделал несколько заявлений в адрес западных наблюдателей, осторожно предсказывавших войну, если не в ближайшие дни, то в предстоящие месяцы. На Киев не подействовал даже недвусмысленный намек президента США Байдена, который, ссылаясь на данные американской разведки, ошибся всего на несколько дней. Сейчас не стоило бы ворошить прошлое, если бы не одно обстоятельство. Все время, пока верховный главнокомандующий успокаивал нацию и не верил в войну, генерал Залужный к ней готовился, чтобы сегодня, по замечанию репортера Тайм Саймона Шустера, превратиться в упрек и вызов для Зеленского. Другие эксперты полагают, будто бы проблемы между генералитетом и банковой начались в апреле прошлого года, после того, как российские войска оставили окрестности Киева. Однако это не отменило уголовного дела о ненадлежащей организации обороны южных границ страны. Украинские паблики помнились слухами о том, что фигурантом будущего трибунала может стать и главком ВСУ Залужный. Хотя BBC утверждает, что его фамилия в списках ответчиков не значатся. Сотрудники Государственного бюро расследований ограничились лишь устной беседой с генералом. Зато в открытом поле против Залужного стала выступать депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, представлявшая на тот момент пропрезидентскую фракцию «Слуга народа». В качестве главного упрека звучало отсутствие у главкома плана войны на текущий год, что, в свою очередь, отразилось на поставках западного вооружения. В Киеве стали всерьез говорить, что госпожа Безуглая, которую связывают с фигурой главы президентского офиса Андреем Ермаком, по сути, превратилась в голос Владимира Зеленского на первых порах, вынужденного сдерживать себя в высказываниях. В ответ Залужный держал паузу. Его недавняя пресс-конференция свелась к отчету о событиях на фронтах и к комментариям к закону о мобилизации. Встреча с журналистами широко не афишировалась, что дало очередной повод для конспирологических домыслов о подготовке процедуры перевода генерала на другую работу. Проблемы в отношениях были и раньше. Но если в первый год войны и в прошлом году скорее, может быть, речь шла об определенной ревности в офисе президента по отношению к Залужному. Я не думаю, что у президента тогда было какое-то личное негативное отношение к Залужному, но вовсе у президента была определенная ревность. Об этом сообщали многие источники и пишут разные западные издания. Потому что в команде Зеленского привыкли к тому, что есть главный, единый, самый популярный лидер, который должен быть главным символом украинского сопротивления, это президент Владимир Зеленский. Но параллельно появился, стихийно появился и как символ вооруженных сил, и как другой популярный символ сопротивления, командующий вооруженными силами Валерий Залужный. Ситуация эта возникла еще в 1922 году. И поначалу это воспринималось в президентской команде с определенной ревностью, но не более того. Тем временем комментаторы продолжают гадать, что могло послужить причиной разногласий между главком ВСУ и его главковерхом. Если речь идет об электоральном потенциале Валерия Залужного, то, кажется, банковый пока не о чем беспокоиться. Согласно украинскому закону, выборы президента в военное время состояться не могут. Другое дело, что в Киеве уже сейчас начинают думать о будущем. Если так, то в Украине наверняка найдутся люди, кто напомнит Зеленскому его обещание оставить пост президента по истечении первого срока. Правда, тогда еще никто не знал, что президент переходного периода Зеленский окажется президентом войны, что сделает его фигуру почти мифологической. В каком-то смысле Владимир Зеленский может рассматривать свой нынешний статус как индульгенцию на послевоенный престол, если бы не генерал Залужный. Главное, что мы не можем не упомянуть, когда об этом говорим, это все возрастающая популярность генерала Залужного. Оба, и Зеленский Залужный, являются самыми двумя популярными фигурами в стране. Причем по некоторым опросам, если популярность Зеленского составляет 6,60 с лишним процентов, то Залужный бьет почти под 80 процентов. Ну и упорно, разумеется, ходят слухи о том, что Залужный рассматривает варианты разных политических альянсов, в том числе из, не буду сейчас называть имена, но с известными такими политическими игроками, в том числе с теми, которые сейчас являются членами украинского парламента, и что он имеет такие политические амбиции и чуть ли не стать следующим президентом страны. Опять-таки, это не подтверждено заявлениями Залужного. И во многом я расцениваю, как паранойя, собственно, нынешней власти в Киеве. Это тоже нельзя исключать. Ну и, разумеется, таким домоклым мечом над украинским руководством продолжает висеть ряд таких пока еще не объяснимых, необъясненных событий в самом начале войны. В частности, это, по сути, без серьезного сопротивления сдача целого юга Украины, в результате которой враг смог подойти уже к окрестностям Мариуполя в течение нескольких дней. И вот, мне кажется, что у политического руководства страны есть такое желание перенести ответственность вот за сдачу юга на, собственно, военное руководство страны. Опять-таки, тут нужно дать понять, что мы многое до сих пор не знаем, вообще практически ничего не знаем по поводу обстоятельств этого дела. С самого начала войны это была табуирована эта тема. Давайте разберемся, давайте победим, а потом уже будем разбираться с тем, что произошло на юге. Но является ли отступлением на Южном фронте в первые дни войны достаточным основанием для отставки главкома? Ведь после этого были события в Харьковской и Сумской областях, откуда российская армия бежала, оставляя технику, боеприпасы и людей. Было возвращение Херсона и удержание позиций на правом берегу Днепра. Украина сумела частично обезопасить свою черноморскую акваторию, уничтожив несколько крупных российских кораблей и даже ударила по Крымскому мосту, что считалось почти невозможным. Неужели вот все эти обстоятельства дезавуированы неудавшимся контрнаступлением, к которому украинская армия оказалась не готова? Разве на Банковой от генерала Залужного ждали побед только за счет инъекций Запада? Вряд ли. Но именно Офис Президента стал менять алгоритм действий украинских средств массовой информации, назначивших виновниками тупика Евросоюза и Соединенные Штаты? Даже Россия, скупающая оружие, где придется, на какое-то время отошла на второй план. Они снова вспомнили, когда на украинские города полетели северокорейские ракеты и иранские дроны. Россия стала контекстом и сейчас, когда речь сошла о внутриполитическом кризисе между светской и военной властями. Я вижу в этом большое желание Кремля убрать Залужного и самое главное перессорить всех в украинском руководстве. То есть там и так есть люди в окружении Зеленского, мы их знаем, у которых достаточно ревнивый характер, просто объективно. И в общем-то это работа многих людей в офисе президента, так что называется, подъедать всех вокруг для того, чтобы всех держать в тонусе. Ну, то есть это стандартная такая политическая работа. Тем не менее на этом хотят играть и хотят всячески раздувать конфликт. Я думаю, что нынешняя атака на Залужного на самом деле начата сбитием самолета под Белгородом. Я думаю, что его подставили российские силы осознанно. Я думаю, что именно поэтому они вообще в принципе разморозили программу обменов. это второй обмен там был в декабре и вот значит сейчас в январе после очень-очень длинной паузы. В Москве прекрасно знают насколько это чувствительный вопрос для Зеленского. Ну и вот таким вот иезуитским способом они стараются подставить армейское руководство для того, чтобы спровоцировать жесткий конфликт вверху. Давайте запишем версию Ильи Пономарева в загадке, как говорил капитан Жеглов. И вновь обратимся к казусу популярности боевого генерала. Украинский политолог Владимир Фисенко предполагает, что постоянно откладывающаяся отставка Валерия Залужного отчасти аргументирована сложностями по продвижению самой процедуры. Хотя Владимиру Зеленскому для принятия решения требуется лишь личное желание. Вопрос назначения и отставок в генералитете лежит в плоскости армейской иерархии, где высшим должностным лицом является президент. Но на Банковой опасаются действовать открыто, учитывая авторитет генерала как в военных, так и в политических кругах. С обществом, как известно, в таких случаях советуются редко. Когда увидели резкую негативную реакцию на возможное снятие залужного, это было где-то во второй половине ноября, после этого ситуацию попытались выправить, стабилизировать, смикшировать, нейтрализовать. Появились фото, например, министра обороны Умерова, представителя президентской команды, командующего сухопутными силами Сырского, который тоже близок к офису президента, и командующего вооруженными силами залужного. И, в принципе, вроде бы напряжение было снято. Но уже в конце года, потом и вот уже в январе текущего года стало очевидно, появился дополнительный фактор напряжения и противоречий, это тема мобилизации и законопроекта мобилизации. Это не главная и не решающая причина, это дополнительный фактор. Но сильнее всего, на мой взгляд, из тех утечек, которые происходят в последнее время, на характер отношений между Зеленским и залужным повлияло сочетание военных проблем, проблем на фронте и, с другой стороны, информационной активности в социальных сетях самого залужного и информационно-политической активности окружения и симпатиков, фанатов залужного в социальных сетях, которые, не скрывая, начали продвигать тему президентства залужного. Некоторые даже называли наш президент, это при действующем президенте. во многом популярность залужного можно объяснить опять-таки его максимальной непубличностью. Это человек-облик, это человек-приятное, понятное всем лицо, это человек-батько, так его видят и простые граждане, и солдаты, рядовые. И Зеленский, возможно, это считает крайне справедливым, когда ему вменяют все грехи смертные и анатомизируют детально все его изречения, пресс-конференции, выступления и так далее. А залужный, скажем так, почивает на лаврах, снимает, скажем так, знаете, урожай со всего хорошего, ну, а все плохое, то есть, получает, меняется сам именно Зеленскому. И неудача на протах, неудача контрнаступления, и отсутствие сейчас конкретики по поводу помощи от Брюсселя и от Вашингтона. Поэтому чисто по-человечески, наверное, вот ощущение несправедливости президента Зеленского можно понять. Это нормальное, я считаю, рабочее напряжение, которое связано еще и с тем, что Зеленский не является военным руководителем, он не вмешивается непосредственно в военные вопросы. если вот Путин непосредственно руководит войной, военными действиями, операциями и так далее, Зеленский этого никогда не делает. Зеленский занимается вопросами прежде всего политическими, он занимается обеспечением поставки вооружений, международной поддержкой и так далее. Военные руководят военными, это по-другому, как это было советская традиция. Но, естественно, когда происходит так, то каждый из сторон начинает друг друга спрашивать, а ты достаточно сделал для победы или недостаточно. Военные спрашивают гражданских политиков, а вы нам достаточно привели вооружений или нет, тем более, что мы знаем, что есть в этом смысле проблема с точки зрения западной поддержки и недостаточное количество вооружений, которое приходит в страну. А тут же гражданские говорят, мы вот вам все, что могли, притащили, где там великие победы. То есть естественный вот подобный фон, но преувеличивать его я бы точно не стал. Ничего катастрофического в этой ситуации нет, и даже если в какой-то момент произойдет ротация военном руководстве, тоже ничего катастрофического не случится. До сих пор никому не ясно, почему Зеленский не довел свой разговор с Залужным и Умеровым, где, собственно, и шла речь об увольнении главкома до логического конца. Источники BBC утверждают, что в ситуации вмешались на Западе в довольно резкой форме, потребовавшим оставить генерала в должности. Дескать, усилия Залужного соответствуют требованиям украинских партнеров переводить ВСУ в режим стратегической обороны. Однако, тема гипотетического президентства Залужного обсуждалась гораздо раньше. Но, по мнению Владимира Фисенко, дискуссия активирована именно сейчас конкурентами президента, удачно использующими патовую ситуацию на фронтах и некоторыми людьми из генеральского окружения. Подобный информационный фон вызывает раздражение на банковой. Просто появление в Фейсбуке фото Залужного или какого-то нейтрального поста с поздравлением или по поводу какой-то даты, это на фоне военных проблем и сложной ситуации на фронте также вызывает очень сильное раздражение в офисе президента. От Залужного, как говорят некоторые источники, Зеленский ждал каких-то конкретных предложений, как кардинально улучшить военную ситуацию. И эти источники говорят, что Зеленский не получил таких предложений. Это дополнительно усилило его желание поменять командующего вооруженными силами, поставить кого-то другого, кто мог бы предложить нестандартный, свежий, оригинальный вариант улучшения военной ситуации. Но опять все упирается в негативные политические последствия. И в итоге вовсе президента искали вариант, как бы решить проблему заложного, его ухода с поста командующего вооруженными силами, с минимальными политическими последствиями. Ну и видимо подумали, что лучше всего если он сам уйдет на какую-то нейтральную и малозначимую должность. Но как оказалось, я думаю, в принципе было прогнозируемо, заложный отказался. Он не хочет уходить из вооруженных сил, и это понятно в условиях войны для военного человека, для которого и так военные службы, это смысл жизни. Уходить куда-то на гражданку, ну это как предательство и неприемлемо. Ну а во-вторых, это может быть самое главное, заложный уже прекрасно понимает. У него очень высокий авторитет в армии, в обществе и просто так его не снимешь. Но каковы основания у сторонников заложного думать о шансах генерала на высший пост в государстве? В Украине постоянно публикуются замеры общественных настроений, насколько им можно доверять военное время, сказать, не берется никто, однако если говорить о политических предпочтениях, то тенденции отметить все же 90% рейтинг доверия вооруженным силам Украины. Рейтинг заложного несколько меньше. По разным оценкам от 70% с копейками до 80%, но все равно это на сегодня наверное самый высокий персональный рейтинг доверия в Украине. Когда речь шла например о президентских выборах, в прошлом году в ноябре были замеры, президентский рейтинг заложного и Зеленского примерно одинаков и даже Зеленский мог и победить. Почему? Вот это казалось бы парадокс. На самом деле нет. Все-таки часть общества при всей симпатии к заложному и к высокому доверию к нему они считают что он военный должен заниматься военными делами. И как бы они хотят чтобы было разделение политической власти и военной. Украинцы народ такой не просто свободолюбивый а отчасти анархичный. У нас видимо глубоко сидит архетип военной демократии. Отсюда и уважение к военным конечно но в то же время вот критическое отношение к монополизации власти в одних руках. Кстати за этого и Зеленского критикуют и главу его офиса за то что вот слишком много власти сосредоточено в одних руках и многие понимают что да если вот допустим придет такая популярная фигура как заложный на пост президента то что называется будет шалы на мыло то есть еще больше власти будет сосредоточено в одних руках да еще в руках военного. парадокс оказывает ситуация в том что обе стороны обвиняют друг друга именно в этом если Зеленский может наверное подозревать то что вы сказали какую-то военную диктатуру в случае прихода власти заложного хотя опять-таки о каком приходе власти заложного говорить если нет по конституции прописанной процедуры вообще проведения выборов во время военного стана военного положения да и сам заложный давайте еще раз подчеркнем никогда не комментировал тему своих политических амбиций и вообще мало что либо когда и когда-либо комментировал это тоже нужно четко обозначить в том числе давайте берите внимание на критиков Зеленского в том числе из сторонников пятого президента Петра Порошенко который обвиняет именно Зеленского в том что он сконцентрировал власти в своих руках в том числе путем так называемого монобольшинства монобильшности как это звучит по-украински в Раде учитывая что скоро его термин то есть его срок первый заканчивается и несмотря то что конституция не дает им сейчас возможность проведения выборов по сути возникают вопросы о легитимности Зеленского мы знаем что в частности и у врага в Российской Федерации сейчас кремлевские политтехнологи давно уже массируют эту тему и задумались как они будут это использовать когда официально этот срок закончится и мандат собственно и Рады депутатов Рады тоже таким образом закончится истечет поэтому это очень большой вопрос в России действительно там опасались приходок власти военных но которые стояли в явном виде в оппозиции к либеральному руководству страны а либеральное руководство страны их постоянно стремилось подставить бросая неподготовленными в бой а потом на них же вешая все свои ошибки ответственность за то что происходило ничего подобного в Украине не происходит даже близко это единая команда и то что в этой команде есть там разные течения и так далее это абсолютно нормально конечно люди которые занимаются политикой они думают что будет после победы и после победы очевидно что большое количество военных пройдет в политику но сейчас запрос общества он совершенно другой если вы посмотрите все социологические опросы касаемые заложенного уровень доверия там запредельный на одном примерно уровне с Зеленским кто-то дает ему чуть выше кто-то ему дает чуть ниже но на другой вопрос а хотели бы вы чтобы заложенный сейчас стал президентом украинцы дружно говорят нет то есть они не хотят никаких перемен они хотят чтобы заложенный был главнокомандующим украинской армии они доверяют ему именно как главнокомандующим украинской армии и если будут любые движения направленные на политическую карьеру относительно любых из военных Украины то это будет встречено обществом крайне негативно они считают что военные сейчас должны воевать и доверяют своим военным именно в этом качестве потом когда война закончится это совершенно другой вопрос конечно какие-то политики этого опасаются там прокладываются что-то значит делают чтобы этого не случилось но это все будет потом сейчас задача победить но кажется тезис начала войны прежде победы остальное потом по мере нарастания проблем утрачивает актуальность украинцев пугают предсказаниями катастрофы уже не только подданные Украины обживающие Манхэттены окрестности но и отечественные спадаманты из числа народных избранников и отверженных проблема руководства армии усугубляется и банальным дефицитом кадров не потому что имеющиеся кандидаты не могут управлять войсками а потому что не очень хотят формально кандидаты есть вот называют и Буданова главу военной разведки и командующего сахопутными силами Сырского и некоторые другие кандидатуры называют но в чем проблема любой человек который сейчас в нынешних условиях придет на место залужного он станет объектом резкой критики я бы сказал даже определенной такой политической паранойи все-таки залужный имеет не просто высокий уровень популярности он стал таким человеком мифом он стал символом вооруженных сил а это самый доверяемый институт в обществе за все время войны он стал символом защиты Украины у некоторых людей отношение к нему почти религиозное сейчас может быть меньше не так как в 22 году но все равно конечно же уровень его авторитет очень высокий и если его убирают и приходит кто-то другой это сразу же вызовет резкую критику и в армии и в обществе попадать под эту волну обструкции думаю что большинство потенциальных кандидатов на эту должность не хотят понимая что было бы несправедливо просто быть объектом такой критики может быть даже обструкции но и все понимают потенциальные кандидаты что военно этой ситуации не улучшится она зависит не от фамилии командующего а от нехватки военных ресурсов и в этих условиях общественное мнение будет воспринимать ситуацию таким образом что виноват в этом новый командующий вооруженными силами ну и президента будут обвинять Зеленский вообще не мыслит в таких категориях Зеленский не политик он сейчас лидер нации и Зеленский вот там скажу чисто психологически был бы счастлив когда это дело закончится как он неоднократно говорил поехать в отпуск есть определенные люди в его окружении которые там говорят что нет Владимир Александрович вы не должны нас бросать там после восстановления вы должны быть значит при этом восстановлении на самом деле Зеленский прекрасно понимает что в процессе восстановления неизбежно будут появляться коррупционные скандалы неудовлетворенные люди значит разнообразные претензии вся его заоблачная популярность которая у него сейчас есть она очень быстро растворится из исторической фигуры которую сейчас там украинцы будут помнить веками он может превратиться там еще одного Петра Порошенко и ему это совершенно идея не нравится там что победит победят ли вот эти вот люди в его окружении которые его хотят оставить или победит устремление самого Зеленского закончить свои полномочия я не знаю это динамический процесс но вот эта возня которая происходила вокруг выборов в течение там прошлого года она как раз про это это те самые люди которые хотели бы Зеленского затвердить на должности надолго они хотели провести выборы для того чтобы Зеленского конечно бы триумфально переизбрали и чтобы он соответственно там еще на вот пять лет точно бы находился на своем посту и не мог бы оттуда никуда уйти но сам Зеленский это пресек это как раз говорит про то с чем вот я вам сейчас рассказывал он не хочет идти дальше и поэтому он был бы рад если бы были популярные политики из его команды из его окружения которым можно эти полномочия отдать я еще раз скажу что я считаю что вероятность того что будет кто-то из военных она очень высока но это будет не хунт а это будут люди которые придут в результате выборов а кто это будет там заложный там уданов какие-нибудь командиры с фронта ну могут быть самые разные варианты интересно что военно-политический кризис в Украине зачастую что впрочем можно счесть справедливым объясняется отсутствием нормальной коммуникации между верховным и штабом главком это звучит парадоксально на фоне того как нам рассказывают что президент собирает ставку еженедельно в присутствии всех без исключения начальников штабов спецслужб и чиновников администрации до некоторых пор заложный был в курсе всех протокольных мероприятий на которых ему предписывалось явить лицо в тандеме с президентом и его окружением нация должна быть уверена что военная вертикаль монолитна как никогда а политическая подушка может подождать до лучших времен но американские и британские издания замечают что разрыв коммуникативных связей окончательно оформился во взаимное раздражение накануне контрнаступления начало которого постоянно откладывалось в конце концов заложный мог оказаться под давлением как сил внутри страны так и извне хотя на этот счет мнения наших экспертов разнятся вот когда обсуждаю тему запад и заложный я вижу два мифа ну один миф самый популярный что вот запад только в заложном видит единственную силу и ставку сделал на заложного а не на зеленского это абсолютно не соответствует действительности запад обеспокоен напряжением и проблемами в отношениях между заложным и зеленским вот это так действительно а так чтобы он на кого-то делал ставку ну я просто хорошо знаю как американцы действуют в украинской политике они никогда ни на кого не делают ставку у них могут быть любимчики определенные фавориты но они всегда быстро очень находят общий язык и правильную коммуникацию с любым новым украинским руководителем так было с Януковичем так было с Зеленским причем там тот же Зеленский ну победил вопреки ожиданиям американцев ну это так к слову поэтому американцы ну участвовали конечно в дискуссиях обсуждения украинского наступления но сказать что было какое-то что заложный не хотел наступления а кто-то там или президент или какие-то тайные силы в Украине нет никаких тайных сил в Украине нет никакого военного лобби в Украине в парламенте все военное лобби в армии это запрос на победу и быстрое завершение войны вот такие ожидания были ну я думаю что да мы можем разумеется подразумевать давление в первую очередь представителей банковой и я думаю что поименно называть нет смысла это тоже будет нашими спекуляциями и я думаю что это будет не совсем корректно и тем не менее да говорят о таком давлении которое было вообще проводить контрнаступление как таковое и уже сейчас после того как заложный вот первым объявил по сути тупик контрнаступлений вот поступила начала информация о том что якобы заложный был вообще скептически относился к самой идее контрнаступления учитывая недостаточное собственно вооружение которое мы получили от западных союзников и скажем так растянутость его во времени то есть налицо было что враг успел серьезно копаться и пресловутая линия Суровикина собственно была выстроена так за это время что по сути уже априори таким образом обрекла украинское контрнаступление а вот сторона банковая в частности вот тоже по есть информации имеющейся подхватила нарратив западных экспертов в том числе и официальной уже выраженной позиции Пентагона что военный руководств Украины не воспользовался советом западных военных экспертов и Пентагона сконцентрировать удар в контрнаступлении на юге с целью пробития так называемого наземного коридора то есть речь идет направление Токмак и выход на Меридополь и Бердянск вместо этого силы были якобы просто рассредоточены и на восточное направление то есть Бахмут Донецкая область и вот есть такая информация что Банкова критикует и была очень недовольна решением таким образом рассредоточить силы и таким образом ослабить ударный кулак на южном направлении знаете но это опять-таки типичная для такой сложной ситуации для такой сложной ситуации сценарий когда возникают подобные трения между военным и цивильным руководством в стране которая остается по сути демократия не без проблем но тем не менее демократия и это обозначается многими западными экспертами что собственно вот таких наверное трений не избежать и как говорят что знаете у победы много родителей а проигрыш полная сирота так вот в этой ситуации мы видим как в обе стороны пытаются по сути на плечи конкурента скажем так возложить ответственность за неудачу в этом случае контрнаступление но нет ли в желании отодвинуть в тень популярного генерала попытки офиса президента снять с себя ответственность за последствия первых месяцев войны мы уже говорили что Зеленский с недоверием относился к прогнозам как своих так и западных разведчиков относительно захватнических планов Путина заложенный как никто другой вправе выступить свидетелем президентского оптимизма обернувшегося затяжной войной принимая отставку генерала и отправляя его скажем послом в любую дружественную страну Зеленский страхует себе от необходимости ответить по гамбургскому счету опять-таки президент Зеленский может и утверждать собственно что несмотря на его уверение о том что он не верил в вторжение России подготовка велась он просто не хотел таким образом наводить панику в народе но по факту мы имеем то что действительно представители власти в лице Зеленского и Алексея Танилова главы Совета по безопасности и многих других отказывались признать реальность этого утверждения опять-таки вопросом остается была ли команда дана на разминирование Чонгара перешейков ведущих из Крыма и так далее это тоже то на что мы не получили до сих пор разумительного ответа и абсолютно очевидно это признается большинством западных экспертов в том числе что именно благодаря Валерию Залужному его решительным действиям его осознанию того что полномасштабное вторжение реальное к нему нужно готовиться главное событие войны это битва за Киев это чудо на Днепре если хотите тот факт что Киев был защищен и Франк был отбит во многом было благодаря решительным действиям Валерия Федоровича его стратегическому мышлению решительным действиям по заминированию по взрывам дамб водохранилищ на Киевщине и вот это тоже нельзя не признать это тоже да действительно является таким камнем плетновением и возможно предметом для ревности одной стороны к другой потому что опять-таки что называется паблик рекорд то что мы имеем не врет знаете и действительно можно сделать такой аргумент что президент в отличие от своего генерала до конца не хотел посмотреть реальности в глаза ну недоброжелатели Зеленского будут это всячески использовать против Зеленского прежде всего можно ожидать вот со стороны там значит старой оппозиции там Петра Порошенко Юлия Тимошенко и так далее они обязательно будут в эту игру играть возбуждать патриотические наиболее радикальные слои общества чтобы они выступили против Зеленского но во-первых я надеюсь что никакой сейчас отставки этой самой не будет во-вторых я не думаю что это повлияет настолько уж кардинальным образом еще раз скажу что это искусственно раздувается искусственно раздувается значение этих кадровых решений искусственно раздувается значение отдельной фигуры отдельного военачальника каким бы он прекрасным не был замечательный человек и грамотный военный лидер но это команда большая команда которая стоит за ним я рискну предположить что скорее всего определенные политические амбиции у заложного все-таки есть даже если их не было допустим два года назад сейчас они наверняка появились потому что человек во-первых склонен достаточно интенсивно ну не скажу что очень но регулярно за неделю появляются несколько постов в социальных сетях человек себя продвигает ну его команда конечно да но и он сам ему это интересно насколько я знаю и мне говорили это разные люди он сам читает социальные сети несмотря на войну это кстати тоже вызывает раздражение на банковые следит за ситуацией и он для него собственная популярность это значимая вещь я не знаю он тщеславный или не тщеславный хотя вот был такой настораживающий момент в ноябре прошлого года он защитил кандидатскую диссертацию это вызвало критику у оппонентов заложенный у тех кто нейтрален оно вызвало некоторое недоумение зачем но скорее всего это была идея его окружения продвигать Валерия Федоровича как вот и даже кто-то сейчас ироничнее его называет доктор философии ну PHD но это тоже говорит о том что человек неравнодушен к статусам на момент записи программы вопрос отставки заложенного не решен а сама процедура в очередной раз получает отложенный характер на банковой не могут не понимать что у войны генерала Киев получает политического тяжеловеса проблема конкуренции для которого лежит в плоскости общественных симпатий феномен заложенного в том что за два года войны он ни разу не дал поводу усомниться в компетенции армии которая выполняет свою работу ровно настолько насколько позволяет противник и помогают западные союзники я уверен что через какое-то время все-таки отставка заложного состоится в той или иной форме потому что кризис в их отношениях уже в отношениях между Зеленским и заложным уже достаточно серьезный и просто даже функционально эту проблему надо решить но будут либо искать подходящее время и обстоятельства для этого либо если будет уже готовый сменщик готовый кандидат на должность командующий вооруженными силами которому банковая офис президента будут доверять и человек сам на это согласится вот тогда вопрос будет решен хотя конечно в любом случае достаточно серьезные негативные последствия и политические риски для президента Зеленского и для президентской команды будут весьма заметны патриотический пафос окружавший ВСУ до контрнаступления постепенно сменяется военной математикой для которой требуется холодная голова на почве трезвого расчета заложный кажется переигрывает Зеленского ведь война для политиков это редкий шанс а вот для генералов она просто работа если вы смотрите нас в ютюбе поставьте лайк напишите комментарий не забыв при этом подписаться на канал Настоящее время всего настоящего субтитры